Как пополнить внутренний баланс своего кошелька в проекте Живая Очередь или проекта Lift.me Приветствую вас дорогие друзья, с вами на связи Олег Радочин и в этом коротком видео я хочу показать вам, как вы можете пополнить внутренний баланс своего кошелька Сейчас я нахожусь на страничке Быстрый Старт, вот здесь вот находится Быстрый Старт и те из вас, кто еще не прошли разделы Быстрого Старта, обязательно подключите Telegram-бота для получения уведомлений Подпишитесь на YouTube канал и вступите в чат проекта Вот эта ссылочка, не кликабельная, вы нажимаете и вас перебрасывают на чат проекта Подпишитесь на новостной канал в Telegram и на канал Поздравления Также обязательно посмотрите вот эти вот видео по презентации основного маркетинга Lift Итак друзья, чтобы пополнить свой баланс, внутренний баланс в проекте Живая Очередь Вам нужно кликнуть на вот этот значочек, нажимаете Перебрасывают в раздел мой кошелек, вот этот кошелек Здесь у нас история операций Здесь у нас мой доход, все ваши поступления Здесь статистика Но по умолчанию вас перебрасывают вот на раздел мой кошелек И здесь у нас в этом разделе есть вот ваш баланс Возможно у вас здесь будет другая цифра, возможно 0 Здесь у нас мы заказываем вывод средств Здесь мы можем перевести средства любому из партнеров в проекте Живая Очередь Введя e-mail и сумму перевода Так, нам нужно пополнить баланс И для того, чтобы пополнить баланс Мы нажимаем вот здесь вот внизу кнопочка пополнить У нас в пополнении кошелька запрашивается сумма для пополнения в рублях Допустим вы хотите зайти в мини-очередь и подготовить средства Чтобы у вас были на кошельке нужная сумма Чтобы к моменту старта вы могли нажать быстро кнопочку и встать в очередь Напоминаю, что один юнит в мини-очереди стоит 900 рублей Но для этого обязательно у вас должен быть активным один юнит в основном маркетинге лифт за 300 рублей Для того, чтобы участвовать в мини-очереди с двумя юнитами Это 1800 и соответственно у вас должно быть два активных юнита в основном маркетинге И для того, чтобы участвовать на три юнита это 2700 рублей То есть 900 рублей каждый юнит умножить на 3 это 2700 рублей И напоминаю, что у вас обязательно должны быть активные три юнита в основном маркетинге лифт Которые по 300 рублей Это очень важно Допустим у нас сейчас юниты активные В моем случае активно более 30 юнитов Я их все время проплачиваю, продлеваю, выхожу на выплаты И допустим я хочу сейчас пополнить свой кошелек на 2700, чтобы зайти на три юнита Я конечно же буду заходить на большее количество юнитов, но я покажу на примере 2700 Нажимаем, вводим 2700 Нажимаем ОК И у нас на данный момент предлагается несколько способов пополнения баланса Это вот через Visa MasterCard Это банковские карты Российской Федерации и Украины Если вы живете в России, для вас этот способ будет наиболее актуальным Для Украины, я не пользуюсь этим способом Я в основном использую этот способ в Украине И способ пополнения через Payr Друзья, если у вас нет кошелька Payr, я настоятельно рекомендую его завести Потому что это довольно-таки надежный инструмент Для того, чтобы всегда был подстраховочный вариант Если какой-то способ не работает Сейчас все работает Давайте я покажу тот способ, который я использую Пополняясь через банковские карты Visa или MasterCard Нажимаем Выбрать Нас перебрасывает на Интеркассу Вот оплата заказа Компания просто гейм Есть банковские карты, кошельки и крипто-кошельки То есть можно даже с крипто-кошельков Оплачивать Биткоин Бенби Доки То есть Ripple Разные Есть кошельки Можно использовать кошельки Вот Perfect Money И вот этот Никс Манин В данном случае я буду показывать Как через банковскую карту Вот нажимаем Банковская карта И друзья важный момент Видите валюта рубли Если вы из России И у вас рублевая карточка Так и оставляйте Если у вас карточка евровая или долларовая Выбирайте В данном случае В гривнах Нажимаю гривны И у меня высвечивается сумма 1157 гривен В 68 копеек Это соответствует 2700 Здесь уже с активом комиссии Итак друзья Я сделал небольшую паузу И после паузы Я показываю дальше То есть я пополнил через банковскую карту Все прошло хорошо Видите баланс мой пополнен Если зайти в историю операции Нажимаю историю операции И вот видите У меня 2700 пополнилась сегодня В 1052 Итак возвращаясь снова в кошелек Чтобы пополнить Допустим еще раз покажу 2700 Допустим я хочу пополнить Через паер Здесь все очень просто Выбираете паер Вас перебрасывают На страницу оплаты Выбираете с какого счета Вы желаете оплатить Если у вас на паеры Доллары Выбираете доллары Если рубли Рубли Если евро То евро Можно то есть биткоин выбрать Эфириум Там ЙосДТ И другие криптовалюты Также можно через кошельки Киви Атва кэш И другие кошельки Ну например у меня На паеры доллары лежат Поэтому выбираю ЙосД И вот 40 долларов 60 на копеек 1 цент Нажимаю подтвердить И меня перебрасывает На мой кошелек паер Я сейчас этого показывать не буду Там довольно таки просто Далее друзья Если вы будете оплачивать И для тех кто живет в России Скорее всего этот будет способ Наиболее популярным Это через фрикассу Нажимаете выбрать Вас перебрасывают на фрикассу Если у вас на фрикассе В кошельке FK Wallet Есть деньги Можно прямо с кошелька Без комиссии Либо использовать Visa Либо MasterCard Чаще всего используют Вот этот способ Он проходит Это с рублевой карты Также можно с украинской карты И других карт Внизу под данным видео Я оставлю ссылку на наш Телеграм чат Посвященный проекту Мини очередь X3 Здесь вы можете Посмотреть более детально О проекте О маркетинге Рекомендую посмотреть Вот это видео Первую презентацию Николая Жарчева О данном проекте Также посмотрите Внимательно Вот это видео По поводу маркетинга И обязательно посмотрите Вот это вот видео Это можете посмотреть И вот это вот видео Последние Важные новости По мини очереди По этому ссылочку На данный чат Я оставлю внизу В описании к этому видео Переходите По этой ссылочке Присоединяйтесь И изучайте информацию На этом друзья Все Если данное видео Было для вас полезным Ставьте лайк Подписывайтесь на мой YouTube канал И до встречи В следующих видео Инструкциях Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok